и снова здравствуйте друзья с вами снова валерий и снова об альтернативе в одном из предыдущих видеороликов я показывал очень редкостный очень дорогой автомобильный вот такой вот генератор который может работать как в режиме стартера так и в режиме генератора и поскольку этот генератор был уже до меня раздерибаненной но статорные обмотки все целые и сама генераторная часть она целая и в том видео я предложил что если мои зрители поставят 500 лайков соответственно этот генератор мы переделаем на магниты в итоге 500 лайков поставили даже менее чем за сутки ну и друзья свои слова я просто так на ветер не бросаю значит пришли магниты с интернет магазина магнитон спасибо ярославу значит он сделал по самой низкой цене плюс бесплатная доставка новой почтой в общем сегодня я уделяю день протачиваю вот этот ротор клею магниты ну если все нормально завтра вы уже увидите это видео значит по самому генератору вряд ли эти магниты особо как-то помогут значит проблема в том что сопротивление обмоток это между фазные 6 миллион то есть это шесть тысячных ома то есть ноль и после нуля еще два нуля и шесть ома это между фазные то есть фазное сопротивление 3 миллион а и в режиме генератора ну его чтобы он что-то там выдавал но явно нужны будут очень большие обороты в режиме блдс двигателя есть сомнения что ну например мой контроллер выдержит то есть ключи выдержат такое низкое сопротивление то есть тоже вот непонятно как он себя поведет и есть сомнения то есть поскольку витки в этом статоре мы видим только поверхностно то есть я не могу по витках просмотреть как он все же намотан то есть у меня есть предположение что его намотали именно по той схеме которую я могу себе представить как он намотан и по той схеме должно быть 12 полюсов но я могу ошибаться поэтому в любом случае для начала мы клеим 12 полюсов и смотрим что с этого получилось надеюсь что все получится значит почему у меня есть сомнения да потому что выводы со статора они размещены как-то несимметрично то есть вот здесь вот есть участок где больше витков а вот здесь вот здесь меньше витков в общем одно сомнение порождает другое ну как говорится глаза боятся руки делают в общем не будем заморачиваться клеим 12 полюсов и смотрим что получилось чем кому интересно смотрим погнали вот смотрим выводы со статорной обмотки выведены не симметрично вот видим здесь больше катушек а здесь как-то поменьше это раз во вторых сопротивление вот 0 так меряем сопротивление фазы вот видим 6 миллион так и сопротивление этой фазы то же самое то есть все в идеале все четенько значит магниты покупал 30 на 10 на 5 то есть высотой 5 миллиметров это не самые мощные магниты но мне важен вопрос именно смогу ли я сгенерить этот генератор то есть правильно ли я посчитал что это все же 12 полюсный генератор то есть для меня именно вот этот момент важен в итоге продолжается исследование этого высоко технологического генератора значит сдергнув заднюю крышку которая крепит этот ротор к этому генератору значит что мы видим в алюминий запрессована стальная втулка и она имеет вот такие срезы 3 среза которые не позволяют этой втулке провернуться внутри есть пружинище и кольцо ну вот она вот такое кольцо как на обычных двигателях так крышка изнутри имеет также маркировку она имела нет здесь наружи нет внутри имеет маркировку причем алюминий здесь это явно не с алюминий это алюминий блестит но прикол в том что подшипник видим он имеет два врезанных сальника а кстати магнит который здесь был но его пришлось изуродовать потому что когда начал срезать он раскрошился пыль но перед этим я замерил его полярность он имел но если взять вот так магнит вот этот то вот так вот половина север а половина юг вот здесь то есть это явно стоял либо здесь какой-то энкодер либо таха датчик какой-то ну в общем что-то он с помощью то есть с помощью этого магнита явно считывались обороты так ну что мне осталось теперь все это только проточить друзья это именно тот случай когда говорят 7 раз отмерь один раз отрежь моем случае 7 раз просчитай один раз закажи ну хорошо что благо никаких последствий здесь не будет на ситуация такая заказал 24 магнита а их надо 48 то есть 12 в ряд еще раз 12 потому что два в ряд а между ними то есть по 4 магнита должно быть в полюсе у меня только 2 то есть половину магнитов я наклеил ну собственно ничего критического абсолютно никто есть нужно будет до заказать еще 24 магнита и вклеить вот сюда вот этот промежуток во всяком случае в данный момент несмотря на то что полюс не полноценный как бы он только только половина полюса но есть возможность проверить работоспособность генератора да пускай он там ерунду будет выдавать но здесь главное на правильном ли я пути правильно или я наклеил 12 полюсов потому что если в том генераторе какое-то другое соотношение полюсов то генератор совсем никак не будет работать то есть в данный момент я этот ротор с недостающими магнитами ставлю в статор и попробуем что у нас получилось стоит ли вы докупать эти магниты либо нужно что-то думать другое ротор с магнитами в статоре этого генератора но друзья увы чудо не произошло вот видим подсоединенный прибор и так я его здесь не крутил ну 0 абсолютно замыкал концы ну никак не реагирует то есть крутится свободно все красиво но не выдает абсолютно ничего поэтому ну как это фиаско ребята но фиаско из-за того что определить по с одной стороны торчащим лобовым виткам как намотан этот генератор но это нереально здесь может быть какая-то намотка там по калькулятору бавария может быть там я знаю 48 полюсов может 24 может ну что угодно может быть поэтому чтобы определить сколько же здесь действительно полюсов но это нужно только вытаскивать статор и каждую катушечку пересматривать как она соединена со следующей или как она там в общем только так то есть сначала сначала нужно все это как-то туда долезть нарисовать схему как соединение ну а потом только делать выводы сколько там полюсов ну а так как я думал что-то здесь не так то есть я уже пробовал по-разному я уже думал может щупы и не работают нет работают если включить например на пищалку все работает кстати пробовал к этим выводом подцепить аккумулятор кратковременно думаю ну может он хоть сдвинется да какой-то это просто я замкнул аккумулятор искра и все даже здесь реакции никакой но аккумулятор это равносильно ну что я там ключ на него положил в общем друзья покуда что покуда что никак не знаю посмотрю может по свободе как-то как не так загружен буду все равно с этого генератора как бы толку никакого возможно ну чтобы долезть до статора его нужно прогреть но это я так понимаю что его нужно прогреть и высадить тот статор с этого генератора и потом возможно как-то можно определить как он намотан в общем покуда что все подвешено в состоянии возможно кто-то знает заранее сколько здесь полюсов вот тогда пишем в комментарии он меня все же зацепил я решил его прогреть и попробовать вытащить вот этот статор он даже не сдвинулся даже не сдвинулся собака друзья значит еще как вариант может быть не 12 полюсов а 24 значит сейчас отбиваем эти все магниты и клеем вот здесь внизу или вот здесь вот один ряд но 24 полюса если и 24 не запускается ну тогда уже а точно пас не знаю то есть там может быть тогда что угодно но так как уложен провод то это либо 12 либо 24 полюса ну возможно все таки 24 в общем делаем еще 24 сейчас все это отбиваем надеюсь а магнита не побью хотя конечно под вопросом и делаем 24 так значит решил вот этот ряд полностью весь сбить то есть я уже видим начал сбивать а с этого ряда сбиваем через один тогда получается плюс минус плюс минус и плюс остается то есть у нас например плюсики все останутся а между ними нужно будет вклеить еще один плюс и далее по минусу значит многие причем ну очень многие и очень часто спрашивают как сбить наклеенный магнит вот видим в данном случае вот никель поставался приклеенный видим а магнит отдирается вот видим без никеля вот значит как я его сбиваю да очень просто берем берем стамеску где-то затерял я обычно по шире стамеску беру ну какую нашел где-то то упала в общем не стал долго искать но перед тем как сбить сверху на сбиваемый магнит приклеиваем второй он не даст расколоться нижнему магниту и далее вот так вот сейчас ань так он приехал и короче вот так вот так вот так вот так он приехал сейчас будет держать держит я рубай никель да он смотрел бачки так все до все осталось то просто зачистить дубль 2 версия 2 теперь у нас полноценных 24 полюса но только пол статора так и еще один такой момент часто спрашивают что делать если магнит пополам сломался так ну вот вот видимо это тот что первый я отбивал магнит и он сломился вот видим переломан то его можно склеить но клеим так как он был при рождении да они будут отталкиваться но для того чтобы они не отталкивались первую половинку но в данном случае я приклеил подождал вторую половинку также намазал клеем поддвинул и можно поставить либо железку массивную либо же магнитик обратной стороной тырк и все то есть вот этот магнит видим он склеен но осталось собрать и проверить вторую версию если заработает то можно докупить эти магниты и сделать полноценный генератор новой 2 собираем все скрутить проверить теперь самое самое такое интересное работает зимой линия так в так нет так 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 как так Нет, ребята, по-моему, он не работает. Ничего я не вижу и разницы никакой. Как же он тогда работает? Нет, абсолютно ничего, ноль. Увы, друзья, что-то здесь немцы сделали такое, что оно не работает, как в обычном способе. В общем, я думаю, смысла докупать магниты и что-то там еще творить, думаю, не стоит. Да, я расстроен. Вот так вот, друзья, ну бывает в жизни орчения, бывает. Как он еще может быть намотан? Я не знаю. В общем, друзья, все как есть. На этом все. Надеюсь, это видео для вас было интересным, полезным. Всем здоровья, добра и до новых видео. Всем пока. На полторы тысячи оборотах 0,25 вольт. То есть это ни о чем. 0,25 вольт. 0,25 вольт. Даже 1600. 0,25. 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 0,26. 0,25. Продолжение следует...